То, что является более важным, это тилява хукмия, когда человек следует Курану, следует тому, что он читает, когда человек понимает, когда человек старается осознать те смыслы, которые доносятся в Куране, понять их, внять словам Всевышнего Аллаха и совершать деяния в соответствии тому, что он понял. Вот это является основной целью. Как передается от Аль-Хасана Аль-Басри, то, что он говорил, «Инна маунзиляль Курану ли юмалабихи», воистину Куран был неспослан для того, чтобы совершать деяния в соответствии с Кураном. И этот смысл о том, что за знанием, за чтением, за пониманием должно следовать деяние, прослеживается во многих аятах Курана и во многих хадисах Пророка, салли Аллаху алейху ассалям. Аллах говорит, «И сказали они, мы слышали и повинуемся». То есть мы узнали и совершаем деяния в соответствии с нашим знанием, которое мы узнали. Также Аллах говорит, «Знай, что нет никого достойного по плану, кроме Аллаха, а затем прости прощения за свои грехи». То есть сначала узнай, а затем делай деяния. Как говорил Ибн-Уль-Каим, то, что знание является имамом деяний. Также в хадисе, опять же, который связан с Кураном, который передается от Усмана ибн Афана, рада Аллаху альху, о том, что Пророк, салли Аллаху алейху ассалям, сказал, «Хойруку ман тааляма л-кур'ана вааляма». Лучший из вас тот, кто обучился Курану и обучал ему. После того, как обучился, взял знание, совершал деяния, обучал этому Курану. И во многих аятах прослеживается этот смысл. О том, что тилява, один из его смыслов, это следование, это совершение деяний, это тилява хукмия. И она очень важна. Когда человек читает повеление Всевышнего Аллаха, он должен им подчиняться. Когда он видит какие-то запреты в Куране, он должен от них отстраняться. Субханаллах. Сколько людей читают Куран, начинают в Рамадан читать Куран, начинают суры Бакара, доходят до аята, до слов Всевышнего Аллаха. «О те, которые веровали, бойтесь Аллаха, и оставьте то, что у вас есть из Риба, если вы являетесь верующими и продолжает заниматься Риба, как будто бы он ничего не читал. То есть у него есть тилява лавзия, однако вот эта тилява хукмия никак не сказывается на нем. Читает, опять же, из начала суры Аль-Бакара, аяты Всевышнего Аллаха, «Варка ума ар-ракиян», и совершайте руку, вместе с теми, кто совершает руку, делайте поясные поклоны вместе с молящимися, совершайте свой намаз в джамаате, и абсолютно никак эти аяты на него не влияют. То есть нет у него чтения хукмия, которое является намного важнее, чем просто чтение лавзия. И возвращаясь к нашей теме, положение наших праведных предшественников относительно Кур'ана, то их положением было то, что, как передается от них, они не переходили границ 10 аятов, пока не понимали их и не начинали делать деяния в соответствии с ними. А затем уже они говорили, и таким образом мы изучали Кур'ан, знания и деяния, понимали Кур'ан, брали и извлекали из него знания и совершали в соответствии с ним деяния. Таково было положение наших праведных предшественников относительно Кур'ана.